Хотелось бы сейчас разделить военные и невоенные нужды Украины и ту помощь, которую оказывают Соединенные Штаты Америки. Итак, 8,5 миллиардов долларов экономической помощи Киеву, 4,5 миллиарда дополнительно запрашивают также у Конгресса администрация Джозефа Байдена. И мы буквально на прошлой неделе с вами обсуждали очень детально результаты очередного Рамштайна. И тогда же я у вас спрашивал про помощь по программе USAI, там идет речь о пакет 40 миллиардов долларов, то, что идет на вооружение, то, что не нужно будет возвращать, в отличие, например, от ленд-лиза, который возвращать нужно. Помогите теперь сейчас разобраться со всеми пакетами помощи, что USAI, ленд-лиз впереди и сейчас экономическая помощь, это для бюджета страны, насколько я понимаю. Да, ну, есть много действительно форматов и направлений помощи финансовой, да. Часть из них идет на военные нужды, нужды безопасности, действительно оборонные нужды, часть идет на более цивильные, хотя они связаны между собой. Из того, что касается оборонной сферы, то действительно вот эта помощь, инициатива в сфере безопасности, которую называют USAI, United States, Ukraine Security Initiative, да, вот так она называется. Вот она действительно основная сейчас, по ней идет в основном помощь, но ленд-лиз, как вы говорите правильно, он вот-вот вступит в дело. И по ленд-лизу тоже нам нужно понимать, что, конечно, если нам будут предоставлять помощь по ленд-лизу, то это не значит, что мы все должны вернуть. Что-то из этой помощи окажется в Украине навсегда, это надо так понимать. Что-то нам простят, что-то спешат и так далее. То есть, как на самом деле с ленд-лизом в годы Второй мировой войны, большая часть того, что Советский Союз получал от Америки в качестве ленд-лиза, тогда осталось и не надо было возвращать. И платить тоже, даже в годы Холодной войны, американцы не настаивали на том, чтобы все до последней копейки выплатили назад за то, что осталось. Что касается помощи не военной, то да, это помощь правительству на функционирование правительства, на покрытие бюджетной сферы, на восстановление экономики потихонечку уже начинает идти. Сейчас большой приоритет помощи в сфере энергетики перед зимой. Американцы стараются помогать самим себе, потому что для них это тоже проблема будет, европейцам, которые ужасаются высоким ценам, и Украине, которые проблемы будут и с поставкой энергоносителей, и с оплатой, и просто говоря с тем, что, конечно, у нас будет много разрушенных зданий, которые тоже очень тяжело отапливать, и нужно подводить сейчас отопление к ним и так далее. То есть тут, конечно, целый комплекс проблем, и, в общем-то, американцы стараются помогать по всем этим направлениям нам, что лишний раз подтвердили на прошлой неделе, вот 8 числа, сразу три больших мероприятия. Визит Блинкина, о котором вы говорили, и заседание в формате Рамштайн, контактной группы по обороне Украины, и видеоконференция президента Байдена с лидерами стран ЕС, НАТО и Большой Семерки по поводу продолжения помощи в Украине. И сигналы от Америки везде одинаковые. Украине нужно помогать на перспективу, на продолжительную перспективу, стратегически, а не просто вот ближайшие недели, ближайший месяц. Что, конечно, Украина будет требовать, будет нуждаться в помощи на довольно длительный период времени. Совсем скоро Украине нужно будет выплачивать основной долг за предыдущими кредитами МВФ, там сумма в размере 635 миллионов долларов. И каким образом это будет происходить, и, возможно, будет поддержка еще в связи с вот такими обязательствами? Думаю, что будет. Я думаю, что можно ожидать списания значительной части долгов, или реструктурирования их, или уделение каких-то очень льготных кредитов для Украины на льготных условиях для того, чтобы Украина могла расплатиться. Потому что, ну, сейчас никто в нормальном, здравом уме из лидеров западных стран или международных финансовых институтов не потребует, конечно, от Украины в состоянии, в котором она сейчас находится, в агрессии, которая продолжается со стороны России, выплачивает по полной программе то, что мы задолжали. Поэтому на ближайшее время нам точно можно рассчитывать на добрую волю со стороны наших кредиторов. И, может быть, это списание долгов, где-то реструктурирование долгов, где-то просто их вот такое растягивание на более льготный период, чтобы Украина могла позже их выплачивать. Или действительно какая-то финансовая помощь для того, чтобы Украина могла расплатиться. То есть много форматов есть, и я думаю, что в каждом отдельном случае кредиторы будут думать о том, как Украине помочь. Понимаю, что с нынешним состоянием нашей экономики, когда война продолжается, когда разрушение тотальное, иначе Украина не справится с ними. И в продолжение темы помощи и визита незапланированного, не анонсированного визита Энтони Блинкина, давайте я еще раз озвучу цифры, о которых говорил сам Энтони Блинкин. Соединенные Штаты предоставят Украине 20-й пакет помощи, при этом общая сумма их поддержки уже достигла 13 миллиардов долларов. Об этом во время визита в Киев заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин, и подчеркнул, что украинцы эффективно применяют полученное оружие. Давайте послушаем и продолжим. Москва платит чрезвычайно высокую цену за эту агрессию. Россия больше шести месяцев назад ее начала, но сейчас идет контрнаступление. Оно эффективно. Это происходит преимущественно благодаря невероятной храбрости и стойкости украинцев. Мы видим это на поле боя каждый день. Мы чрезвычайно рады, что можем поддержать ваши усилия и продолжим это делать. Энтони Блинкин, государственный секретарь США. Смотрите, вы уже сами сказали, что есть то, что выделяется в виде кредита, есть в виде, наверное, грантов, это можно назвать, да, либо просто безвозвратной помощи. Безвозмездной, да. Безвозмездной помощи, да. И тогда бы хотелось уточнить, а входит ли в эту сумму, я уже, это просто тема слишком актуальна после выходных стала, разрушение критической инфраструктуры. Ну вот, например, ТЭЦ-5, если говорить о Харьковском направлении, когда несколько областей оказалось без света в Украине, и фактически Россия продолжает террор Украины, нанося удары по объектам инфраструктуры, но, видимо, таким образом хотят кошмарить, как говорится, гражданское население, чтобы тут поднимались и говорили, что ай-ай, мы не хотим войны. Но на самом деле все далеко не так. Так вот, в этой помощи будет ли учтена какая-то сумма на восстановление критической инфраструктуры, и в частности то, что касается энергетики? Я не знаю, будет ли специально выписана такая статья в этой помощи, но я думаю, что в общей сложности та помощь, которая идет на восстановление украинской экономики, инфраструктуры, энергетики, то там, конечно, будут учтены и суммы на восстановление таких объектов критической инфраструктуры. Не исключено, что будет какой-то еще отдельный транш или отдельная какая-то порция денег именно на эту сферу, но я думаю, что, скорее всего, будет какая-то общая большая сумма на помощь в восстановлении инфраструктуры в целом, куда будет подпадать в том числе восстановление критической инфраструктуры, включая энергиосети и так далее, и так далее. Здесь, конечно, американцы понимают, что Украина оказала сложность в ситуации, ну и они стараются мобилизовать и поддержку других стран, их союзников по проукраинской коалиции и антироссийской коалиции, которые каждая оказывает помощь Украине как может, чем может, кто-то оружием, кто-то деньгами, кто-то специалистами, кто-то какой-то технической помощью и так далее. Здесь тоже, конечно, будут большие гранты от таких стран, как, например, даже если выйти за пределы Европы, то можно говорить о том, что Япония оказывает значительную поддержку, Южная Корея оказывает значительную поддержку, даже такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, но они даже в сфере обороны и военной сферы даже оказывают нам поддержку, но некоторые страны ограничиваются не военной сферой, а вот такой гуманитарной какой-то помощью. Так что здесь будет помощь и от США, и от международных финансовых институтов, валютных всяких организаций, которые вы называли МВФ, например, и от других стран, которые тоже помогают Украине. Каждая на свой манер для себя понимает, чем лучше, чем помочь. Кто-то оружием, а кто-то чем-то еще. Знаете, что еще интересно? Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября планирует принять участие во встрече производителей оружия и руководителей Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. И на этой встрече так ожидается, что он обратится с призывом предоставить больше вооружений для защиты Украины от российской агрессии. И вот мы можем ведь рассматривать, насколько это обращение будет успешным, еще и в ключе успеха вооруженных сил Украины. И обращая внимание на то, как российская армия сейчас себя ведет. Как вы считаете, на данный момент, насколько значима вот эта мотивация для наших партнеров больше поставлять оружие, больше поддерживать? Потому что, мне кажется, здесь, не знаю, насколько это применимо к слову по отношению к войне, но тем не менее, ну какой-то уже азар, что действительно получается, у нас у всех получается добиться той цели, к которой мы идем. Да, однозначно. Однозначно наши союзники, которые помогают нам, поставляют оружие, очень рады тому, что это оружие получает такое удачное применение. И что украинцы здорово освоили это оружие, быстро освоили. Они креативно, творчески подходят к этому оружию, часто добавляют какие-то свои новаторские идеи или свой софтвер, например, компьютерную начинку к ним придумывают такую, что даже создатели западные поражаются, как они сами до этого не додумались. То есть, конечно, это им очень льстит, и они помогают, считая, что это идет на благое дело. То есть, здесь ведь не просто продали кому-то за деньги, и неважно кому их, против кого там эта страна будет использовать оружие. А здесь действительно оружие поставляется в стране, которая борется за свою свободу, демократию, за свои земли, против более сильного агрессора и так далее. То есть, ты еще и как бы и деньги получаешь, и при этом еще моральное удовлетворение от того, что это оружие используется именно таким образом. Плюс это своего рода рекламный ролик для их оружия, потому что, если оно удачно применяется здесь, на фронтах в Украине, против такой мощной военной державы, как Россия, то это прекрасная реклама, естественно, для производителя этого оружия. Так что обращение Зеленского будет очень неуместно, потому что военно-промышленный комплекс в США будет в такой восторге, от такого обращения, если будут соответствующие военные заказы от американского правительства, они будут только рады. И сейчас мы видим резкое увеличение количества таких заказов. А это рабочие места, а это предприятия, которые будут открываться или снова открываться когда-то закрытые предприятия. Часто это предприятия во многих таких штатах, достаточно бедных, кстати, южных штатах, в многих, где с экономикой есть вопросы. Так что это полезный момент даже для администрации Байдена, что он возвращает эти рабочие места. Американская сфера, индустрия производства оружия всегда имела большое количество современных предприятий, на которых работали люди. Но после завершения холодной войны и за последние 30 лет как-то закрывались многие заводы, сокращались эти рабочие места. А сейчас американцы увидели, что, к сожалению, большая война, классическая, она возможна. И даже американцы не вполне оказались к ней готовы. Их склады опустошили. Они сами отдавали нам оружие, такое как джавелин и стингеры и так далее. То есть, конечно, здесь это позитивный такой момент для американской экономики тоже. Поэтому здесь не просто помощь Украине, а здесь еще и помощь своей собственной экономике. И процитирую еще одно мнение в нашем эфире. Соединенные Штаты Америки хотят окончательной победы Украины над Россией. Если раньше американцы еще сомневались и могли согласиться на перемирие, то визит Блинкина в Киев свидетельствует об обратном. Так считает российский политолог Андрей Пиантковский. Давайте послушаем. Военные победы Украины окончательно расставили акценты. Путинская агентура в США все еще убеждала, что Россию все равно невозможно победить. А вся помощь будет бесполезной, потому что погибнет много людей. А Украина доказала, что она не только может победить, а она побеждает. Решающую роль в победе Украины все же будут играть США. Также большой друг Украины – это Великобритания, которая всегда молча оказывала помощь. Андрей Пиантковский. Российский политолог. Владимир, я очень коротко попрошу вас ответить, поэтому задам вопрос тоже вкратце. Скажите, если это действительно свидетельствует о том, что никаких перемирий не будет и Украина восстанавливает свои границы в рамках 1991 года, после 24 августа, естественно, всегда добавляю, потому что 1991 год он был достаточно долгим. И еще Украина была и в составе Советского Союза. Так вот, после 24 августа 1991 года мы понимаем, что Россия сама по себе никуда не девается. И возможность новых атак со стороны России также будет сохраняться, если мы говорим только о восстановлении границ Украины. Да, разумеется, такая поддержка нам будет нужна. Уже сегодня американцы говорят о предоставлении Украине поддержки на период после завершения этой войны. Вот недавно, например, 2 миллиарда долларов были переданы Украине и еще 18 странам Европы, которые могут, по мнению американцев, пострадать от возможной российской агрессии, в том числе гибридной, на сферу безопасности и обороны. То есть это есть прекрасное понимание. Идут разговоры сейчас о возможных форматах предоставления гарантии безопасности Украины. Есть группа Макфова и Ермака, есть группа других разных людей, которые работают над тем, что нужно Украине дать и кто может предоставить такие гарантии, и в каком формате, чтобы все-таки Украина была лучше готова к возможной новой агрессии СССР на Россию, потому что все понимают, что с завершением этой войны вся эта история не закончится. Очень сложный у нас сосед, своеобразным отношением к нам, и поэтому нужно готовиться к новым актам агрессии.